После своей почти четырёхчасовой пресс-конференции президент сегодня дал ещё одно эксклюзивное интервью. Поговорить с Владимиром Путиным было мечтой 17-летней Регины Парпиевой. И президент пообещал выполнить её просьбу, когда посещал форум добровольцев в начале декабря. Тогда он выбрал пять конвертов с желаниями тяжело больных детей. Регина не видит, но мечтает стать журналистом. О её первом большом интервью. Репортаж Дениса Давыдова. Она, конечно, волнуется, но вида не подаёт. Впереди главное интервью в жизни. Девочка меняется в лице, когда слышит голос президента. Привет. Здравствуйте. Как ты? Отлично. Регина не видит с восьми лет. Потеряла зрение из-за редчайшей малоизученной болезни оптиками элита. Отец девочки, когда случилась беда, оставил семью. Мама одна воспитывает их с братом. С пятницы, по понедельник я была на соревнованиях. На каких? На плаваниях. Так. Взялась и и прорвала. Да ладно. Здорово. Молодец. Регина многократный призёр чемпионатов России по плаванию среди незрячих. Есть в жизни девочки и ещё одна страсть – журналистика. Очень хотелось взять интервью у известного человека. Рассказала о желании волонтёрам и мечты начали сбываться. Собеседником стал президент. Вы можете описать ваши первые дни должности президента? Да, это было нелегко. Это были очень сложные годы для страны в целом. Она балансировала на грани выживания. Разрулить эту ситуацию, распутать этот клубок было достаточно сложно. Это невозможно было бы сделать вообще без поддержки людей, без поддержки народа России. За 20 минут интервью глава государства успел рассказать о любимой музыке, предпочитает классику, чаще слушает Чайковского. Какой бы вы хотели получить подарок на Новый год? Это сложный вопрос для меня. Лучшим подарком было бы, что год прошёл не зря, что мы находимся на правильном пути, добиваемся поставленных перед собой целей. Вот это осознание является самым главным для любого человека, ну и для меня тоже. Да. А у вас есть желания, которые бы вы загадали под бой курантов? Есть, но это же желание тайное. Но тебе могу сказать по секрету, а моё желание простое, чтобы все желания исполняли. Разговор у новогодней ёлки. Без подарков не обойтись. От президента Регини билеты на концерты, несколько гаджетов. У неё подарок ручной работы. Собака, которую сделала сама. Очень красивая собачка тебе получилась на улице. Похожа на мою коню. У неё тоже есть собака, правда, собака по воды. Да, очень хорошая собачка. Помощник, я вам одну вещь сказать. Вы великий президент. Спасибо. Мне это очень приятно слышать. Я думаю, что это аванс. Я ещё должен, для того, чтобы оправдать твои слова, должен ещё много работать. И уверяю тебя, я буду это делать. Я тебя целую и желаю тебе всего самого доброго. Интервью состоялось. Мечта сбылась. Повод рассчитывать на то, что ещё одно желание исполнится. Регина борется за место в паралимпийской сборной по плаванию. Очень хочет принести золото своей стране. Денис Давыдов, Мария Радимова и Елена Манухова. Вести.